Высшее образование в России сейчас можно получить дистанционно, не вставая с дивана, и даже государственные вузы предоставляют нам такую возможность. Где учиться, на кого так можно учиться, и вообще, как это реализуется в России, об этом расскажу в видео. Погнали! В 2012 году государство разрешило дистанционную форму образования в Российской Федерации, в том числе и для высших учебных заведений, но, естественно, есть список ограничений по определенным профессиям. Часть из них я публикую здесь, в этом видео, другую часть в своем сообществе ВКонтакте. Можете ознакомиться и узнать, можете ли вы учиться, не вставая с дивана. Кстати, даже в колледже можно учиться дистанционно, но, конечно, есть ограничения, например, для тех профессий, которые требуют много практики. Например, сварщик. Даже не представляю, как дистанционно можно выучиться на сварщика. Приятный момент для тех, у кого уже есть высшее образование, нет никаких ограничений для курсов повышения квалификации, и даже медработники могут их пройти, получить сертификаты. В общем, мне кажется, это классно и не нужно никуда ехать. На кого же можно выучиться дистанционно? В первую очередь, это гуманитарные специальности, которые требуют изучения большого объема информации самостоятельно. Это экономисты, менеджеры, юристы, специалисты, занимающиеся турбизнесом, реклама, финансы и кредит, и даже таможенное дело. Посещать вы все-таки придется минимум два раза в год, чтобы сдать экзамены, защитить курсовые. Если вы живете очень далеко, то есть возможность защититься по видеосвязи. Самое главное, сколько стоит обучение? Минимум два раза дешевле. Год обучения дистанционно вам обойдется, я говорю о российских вузах, 40 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. Вот в этом диапазоне. Следующий очень важный вопрос, возьмут ли вас вообще на работу после такого дистанционного обучения, когда вы заплатили 40-100 тысяч в год и отучились 4-5 лет, отдали всему этому. Итак, в итоге вы получаете диплом государственного образца о том, что вы заочно освоили какую-то специальность там. Не будет ни слова сказано о том, что часть лекции вы посмотрели в видео, консультировали с преподавателем по имейлу и все такое. Таким образом, работодатель видит обычный диплом, стандартный, заочника. Небольшая ремарка лично от меня. Все почему-то трясутся над этими бумажками, дипломами, но ведь самое важное – это ваше знание. И здесь самый каверзный момент в дистанционном обучении вовсе не видео-лекции, а ваша усидчивость. Если вы можете о себе сказать, что вы усидчивый человек и готовы взять на себя ответственность, изучить весь этот объем материала, который вам предоставляется самостоятельно, проработать его, тогда да. Ведь вы будете работать, а не диплом или бумажка будет за вас работать. Еще немаловажный аспект – это преподаватели, которые читают те самые видео-лекции. Если будет просто говорящая голова, которая зачитывает текст, будет ли это вам интересно, будет ли в этом хоть какой-то смысл. Важно, чтобы человек, который читал вам лекцию, был профессионалом своего дела. Подойдите со всей ответственностью к выбору подходящего вуза и специальности для вас лично, если вы рассматриваете возможность дистанционного обучения. Данное видео носит информационный характер, но мне хочется привнести сюда практики. Если среди зрителей этого видео есть человек, который учится дистанционно на территории Российской Федерации, пожалуйста, напишите мне в комментариях об этом. Еще кое-что для коллег-преподавателей, которые думают о том, чтобы тоже начать преподавать онлайн. С 22 по 24 июля 2019 года я делаю онлайн-марафон, бесплатный для преподавателей, где проведу три лекции об онлайн-образовании. Дело в том, что у меня есть свой курс по подготовке к ЕГЭ, организованный, где работает команда преподавателей, методисты. Мы составляем планы, и я работаю уже 4 года, и мне есть что сказать о том, как создавать видео, о том, как работать в сети. Поэтому, если вам интересно, это впервые такой формат марафона, пожалуйста, напишите мне все контакты, я оставлю внизу под этим видео. Мне хочется, чтобы как можно больше преподавателей осваивали онлайн-пространство, и онлайн-образование становилось все качественнее и качественнее, потому что сейчас в сети находится очень много студентов, детей, которые выдают себя за специалистов. Так не должно быть. Спасибо вам большое за внимание, надеюсь, это видео было полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Ну и всем с тобой лаза ИГЭ. See you. Ждем тебе, солнце, давать, 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 давать. Время.